Кошмар! Всем огромнейший привет! Очень рады опять, что мы с вами. И опять Ксюшка пришла ко мне в гости, и сразу видно, да, какое извинение, извинение, изменение в Ксюшке. Вот чувствуется, что уже пришла весна, и Ксюша начинает тоже расцветать, так что вот-вот. Так что мы, как всегда, собрались и по поводу пустых баночек за февраль месяц. Так что, кому интересное видео, приятного вам просмотра. Вот, ну я уже молчу, не знаю, Ксюша, ты показываешь, наверное, первой, да, будешь показывать? Давайте, весна, это у нас хорошее сообщение, значит, хорошее мы получили информацию, сейчас мы начнем с плохой информации. Ой, ты уже, так ты, главное, не пугай, ты уже прям пугаешь. О! Это у нас освежитель для воздуха 260, почему-то грамм, короче, 400 миллилитров. Ну, типа в подарок 100 миллилитров. Да. Вот такая вот. С ароматом малинки. Типа с ароматом малинки. Юнайс Мультибренд изготовитель Турции. 4 в 1, я не знаю, что там считается 4 в 1, но как дихлофос для меня оно работает хорошо. Меня отпугивало из туалета очень быстро. То есть, прыстал и побежал. Чтобы не задохнуться, тебе не понравился роман? Мне вообще никак не пошел, малина меня разочаровала. Мне вот понравилось, ей нет. Вот я там же, что ему, это понравилось. Я тут, кстати, немного даже оставила, чтобы Игорю было прыстнуть пару раз. Только не здесь! Все, на этом и закончил эксперимент. Я уйду, пусть проискает, что хочет. Ну, такая Ксюшка показывает, как она говорит, дихлофосы. Вот, ну и, конечно же, и я покажу. Также у меня закончилось 2. И также у нас серия Гарден. Это также Юнайс. Кто ж сказал бы, что мы по 2 будем показывать. Вот, это Юнайс. А ты бы еще есть, да? Да. Вот, ну я же не думал, что у тебя еще есть. И получается, что именно тот же Юнайс Мультибренд, изготовитель Турции, всем мы знакомы. Вот, и получается так, что здесь также у нас, сколько там, 210 грамм именно. Вот, хотя тут пишется 210, а так 300 миллилитров. Короче, как-то вот прям... Ну, в миллилитрах типа одно, в граммах у них другое. Да, так что, надо сказать, 300 миллилитров именно в этом. Это у нас идет именно морская свежесть, именно такая вот, прям с холодком, типа, как хотела, запяток думать. Ну, нет. Просто приятный такой вот прям и сладковатый, освежающий такой вот прям аромат. Я не чувствую. Вот, приятный. Не слышишь? Очень приятный аромат. Вот, и при использовании в маленьких помещениях нормальный аромат слышен, все отлично. Ну, если в больших помещениях, как, допустим, в комнате, то, конечно, его не так слышно. Он быстро выветривается и уже не ощущается. Вот, также еще плюс один, это у нас идет уже цитрусовый аромат, именно с апельсином, также 300 миллилитров. И он не так прям пахнет апельсином, он такой прям, ну, цитрусовый, с каким-то вот именно, хотя есть немножко какой-то вот намек на цитрус, есть далека намек на цитрус. Ну, одно дело преснуть, другое дело попытаться. Да, но тут же просто нет ничего. Это не флакончик, где открыл там и понятил, тут придется преснуть. И, также, что хочу сказать, что в маленьких помещениях хорошо аромат слышен и надолло. В больших помещениях, конечно, он быстро выветривается. Ну, это стандартно. Но, опять же, как я хочу сказать, тоже всегда казал Бекл, Мекл и то, что не очень мне он нравится. Но, если вот, допустим, приходить с улицы, да, то все-таки аромат ощущаешься, когда, конечно, ты сидишь в помещении и, конечно, может, то, что мы уже внюхались в этот аромат и его просто уже мы и не слышим. Такое может быть. Так что, сами по себе вот именно вот эти спреи мне понравились. Но, если вот, допустим, сделать обновление покупки, то, наверное, все-таки я бы вот этот больше приобрел, чем вот этот. Что-то мне вот этот аромат больше пошел, чем вот этот. Так, поскольку у нас было, как говорится, весна хорошая, потом плохое, потом хорошая, опять плохое. О, боже, опять плохое. Мне так нравится, это тоже аромат. Поэтому я тебе оставила так, что, видишь, сколько там слышишь? С ароматом клубники. Да, можешь прояснить. Так же карден и так же турция. Да, 400 миллилитров. Сколько там они? 400 миллилитров. Обещают. Малинка. Не зашла вообще никак. Поэтому я сначала... Клубника. А не малинка. Малинка. Я сначала клубникой пользовалась, а потом думала, ну вот, оставлю, ну его баню, типа, попользуюсь малинкой. Вдруг малинка-то малинка. Малинка не зашла тоже. Короче... Так что я тебе все понемножку оставила. Егора, спасибо. Мне как раз не будет. Так что, получается, кому что, видно, да, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Это ж такое дело. Вот. Так же еще хочу показать, ну это всегда я в больших объемах беру. И все, мне по 400 миллилитров. Да, я всегда такие беру для работы. Именно от ТАВ, думаю, всем бы знакомый. Часто я показываю в пустых баночках. И, как Сюха сказала, 400 миллилитров. Вот. И это у нас так мягко и кашемировый волос. Меа фиксация пятерка. Действительно, очень хороший, достойный лак. Действительно, хорошо фиксирует. И целый день держит укладку и прическу. Вот. Ну, опять же, если мы сблизи это используем, конечно же, волосы будет склеивать. Если не сблизи, все будет отлично. И, конечно же, после нанесения не нужно труать руками. А так же будет склеивать волос. Аромат, конечно же, опять на любителя. Кто-то, мне, допустим, нормально. Ксюше будет ненормально. Ну, извините, все понимают, девочки, что такое лак. Вот. И его запах. Да. Допустим, моей напарнице... Ну, так теоретически пока пахнет ничем. Да. Пока его не распылишь. Ну, вот, допустим, моей напарнице этот аромат не нравится. Она от него задыхается. Я, допустим, нормально чувствую по поводу этого аромата. Вот. И то, что еще хочу сказать, и то, что после этого... Я обижала, когда на него пристает. Нет, нормально. Только что... И то же, что очень хорошо, что нету после этого лака никаких белых частичек на волосах. Так что достойный лак. Я же говорю, когда есть хорошая акция о мазинах, обязательно приобретаю именно в больших количествах в миллилитрах. Потому что она дольше хватает и экономии получается, чем приобретать по 200 миллилитров. О, Ксюшке, как всегда. Интимка от Айвон. О, я могу показывать. Все озвучка будет у нас записана отдельно. Еще и сказать 300 миллилитров мне тоже, да? Да, 300 миллилитров. Так, вспомнить бы, вспомнить бы. По-моему, это из тех, которые мне... Старые еще? Не понравились. А, не понравились. Это, так сказать, по фотографиям. Флакончик тут. Да, по-моему, это из... Боже, такой пудровый какой-то... Пудровый сильно запах. Такой прям тяжелый аромат. Она задохнулась. То есть это оно. В общем, девочки и мальчики, брать не буду. Но кто-то из этой серии мне реально... Может быть, и оно. Я сама потом запомню и проверю. Не понравился, да? Кто-то мне из них дико реально не понравился. Даже не рекомендую. Я посмотрю в следующем видео на пустых баночках. Я уточню вам это. Потому что был очень жидкий и противный на запах. Правда? Удивила? Да, но аромат, конечно, капец. Хоть кто-то мне не понравился из этих мылик. Также еще я хочу вам показать. Закончилась у меня от L'Oreal. Вот такая вот упаковочка. Эльсив. Вот, это кондиционер для волос. 200 мл. Также он у нас идет... Тройной комплекс укрепления. Органин, протеин и также витамин B3. Для слабых склонок к выпадению волос. По поводу того выпадения я ничего не скажу. Слава Богу, все отлично. Но, слава Богу, после него тоже не выпадало. Это уже хорошо. То есть все вместе не ушли, да? Да, не ушли никуда. Это радует. Но, хочу сказать, что кондиционер хороший. Кстати, действительно хорошо так именно ухаживает за волосами, питает. И даже как-то вот гладкость на волосах также появляется. Блеск на волосах, шелковистость. И быстро волосы после него не пачкаются. Так что действительно очень достойный продукт. И также по поводу аромата. Очень такой прям приятный ароматик, как и всей кущей этой серии. Вот именно такой вкусненький ароматик, да. Мне даже тут что-то вот сейчас первое, когда нажатие было, то яблочком отдало. Что-то, да. Он такой именно ароматик. Не скажу, какой. Аромат такой более фруктовый получается. Именно этот. И что шампунь классный, что вот и бальзам. Действительно достойный продукт. Так что остался довольный. Именно вот таким кондиционером. Это не мое. Это у меня был под облатный кролик. Это у нас с чесночком. Вот. Сейчас Марку нам скажет. Ну, биоблаз, да? А этот кто у нас? Юнайс мультибренд. А изотовитель кто там уже? Болгария. 360 миллилитров. Болгария аж, да? Или Турция изотовитель? Наверное, Турция. Мне кажется, Болгария. Потому что тут все... Должно быть где-то написано. Или что-то его даже... Ну, не суть в этом. Германию. Или Германия, или Турция. Ну, короче, Болгария. Пахнет он действительно не чесночком. Очень приятно пахнет. Но у меня есть подопытный кролик, на котором... Использовала, да? Использую это. Но уже какой шампунь вам показывают для вот этих услуг, чтобы волосы вернулись обратно. Не знаю, выпадают они или нет, но у нас принцип нарастить новое, но новое у нас не наращивается. Запах приятный. Ну, у меня часто его берут, и все, допустим, довольны и то, что действительно волосы перестают выпадать после этого. Ну, волосы будут, извините за выражение, все равно выпадать ваши... Если у нас не будут выпадать волосы, то будет обновляться. Да, 360 миллилитров. Волосы у нас будут выпадать, потому что они должны обновляться, но есть какие-то... А ты пробовала его? ...приоритеты. Нет, я не пробовала его. Так, следующее, что хочу показать, это... Не моё, я таким не... Ну, ты сразу, сразу возникает не моё! Да, это не моё, я... Потом показала экран. Я таким не пользуюсь, это пользовалась моя сестричка, думаю, всеми знакомая, гарниер, это мицеллярная вода. Так, здесь 400 миллилитров, и сестричка осталась в восторге именно от этой мицеллярной воды. Гаврила действительно хорошо очищает, хорошо смывает даже макияж, хотя у неё не... Она не делает такие прям насыщенные вечерние макияжи, а более дневные, но всё равно очень хорошо всё смывает и без всяких остатков. Вот, так что осталась довольная, и плюс тоже приятный, ненавязчивый аромат. Ну, его даже плохо не слышно. Да, вот. У меня такой стоит, я им не пользуюсь. Почему? Потому что мне... Я обычно покупаю... Я думала, хоть мне что-то оставить, я бы сейчас проверила, как он губы снимает. Вот, так что он идёт для лица, глаз и губ. Без трений не требует смывания. Так что, действительно, она осталась в восторге. Так что, если она говорила тоже, что если будет хорошая какая-то скидка на этот продукт, обязательно ещё себе его приобретёт. А, что мне надо говорить? Ну ладно, я поговорю, я потом сама посмотрю. Так, давайте по-двое, так по-двое. А, ну хотя это разные. Да, это разные. Ладно, тогда будет по-дному. Так, Эйван, 250 миллилитров, гель для душа, фокусируемся. С... Чёрной смородиной, малинкой. Ой, я вам уже ничего не скажу, потому что она... С ароматом малиной, чёрной смородины. Подсказка из зала. Да, это нас идёт и коктейльная коллекция. О, вот, потекло, 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 потекло. Вот там вот, вот. Он такой, какой он, какой он, розово-фиолетовый, фиолетовый. Ну он такой нежный, какой-то более фиолетовый. Очень вкусно пахнет, да? Пахнет он. И не сушит, и вот это вот. О, боже! Озвучка! Так что, ну, тут хоть оно более-менее открывается. Главное, ногтём туда не попасть. Понравился. Может, когда-то ещё будет. Да, ну давай ещё вот этот показ. Ладно. Фаберлик 250 мл. Специально для вас закончила. Угу. Чёрная смородина и пиончик. Тоже очень приятный. И аромат, и вид. Он такой нежно-розовенький. Поверьте, он нежно-розовенький. Ага, тут такой фокус не удаётся. Да, такой прям... Типа, кому я даю, типа, у них не знают запахи. Не, ну всё равно, он ещё же им не пользовался. Очень такой свеженький. Главтость и блеск. Я не знаю, где там блеска они нашли. Угу. Тела не сверкала, нет? Нет, нет. Меня ночью по гелю не определили. Ха-ха-ха. В общем, приятный по запаху. В душе запах не меняется. Угу. Кожа не сушит. Но не забываем, всё равно после мазаться кремами. Ну, так как Сюшка показала именно вот и гель, именно от Avon Senses, также я хочу показать вам такой же самый, если вы помните, крем для рук. Также идёт у нас и коктейльная коллекция серии Naturals. И здесь с ароматом также малины и чёрной смородины. 75 миллилитров. Действительно очень достойный крем для рук. Я вообще люблю эти крема с Naturals. Во-первых, что они действительно очень вкусно пахнут. Вот именно вкусняшка с вкусняшкой. Как гель пахнет, так и крем для рук очень пахнет. Сам он идёт такого вот именно розового цвета. На камере фиолетового. Ну, камера немножко темнее делает и более делает его таким, каким-то немножко фиолетовым. Но он нежный, такой вот прям розовый цвет. Это просто ещё немножко подсохло. То есть, это он какой-то более насыщенный. Также, очень действительно хорошо. Ну, да, мне надо это помазать руки. Также, там же, если что-то выдавишь. Очень, конечно же, действительно, такие прям достойные. Хорошо питает, увлажняет. И, вы знаете, не хочется через каждые 10 минут бежать и опять мазать именно вот этим кремом. Мне как-то, я как-то вот отморозил немножко руки. Ух ты! Когда вот был такой морозик. Ух ты! И я использовал именно другое. Я уже не помню, какой я... А, я вот ЮНАЙС использовал крем. Он мне совсем никак-то вот не подошёл. Я... Он совсем ничего мне не помог. И ещё хуже как-то вот такое ощущение, что всё равно у меня ещё хуже как-то руки стали. Совсем не питало, не увлажняло и так дальше. Я сразу решил попробовать именно вот этим кремом. И я просто остался в восторге. Пару дней я помазал, и у меня руки восстановились. Так что, действительно, продукт очень достойный. Я остался от него в восторге. Так что, всем я его советую. Но не доводите до того состояния, когда вам надо пару дней крему отхаживать. Да, потому что я вот до такого дошёл. У меня просто ещё перчаток, и я свои практикал. И за это получалось, что вот такую себе цацкую я сделал. Но благодаря этому крему, слава Богу, всё обошлось. Приятненько, быстро впитался. Да, и аромат, конечно, просто бомбезный. Нюхал бы, нюхал бы, ещё раз бы нюхал. Но учтите, как я проверила крема, то в домашних условиях по одному наносится, на работе совсем по-другому. Дома у меня какой-то крем впитывался, а на работе я в упор. Я его вбиваю, вбиваю, мажу, мажу. Он не впитывается, не впитывается. А может, ты много наносила, нет? То же самое. Я никогда мало не наношу. Но просто из-за того, что и вода была холодная, и руки, может... Ну, какие-то идут факторы, что у меня оно по-другому начало работать. Так, дифирамбо. Это озвучка. Музыкальная пауза. Так, это у нас Эльсеп. А, Вайла, короче. Ну, всё, разумеется. Вайла, Вайла, колор. Это мне посоветовала когда-то давно даже моя парикмахер. Но сейчас что-то есть с ними очень туго. 500 миллилитров здесь. 500 миллилитров просто для окрашенных волос. Просто. Это была моя любимка. У меня где-то в нычке ещё стоит. И, кстати, да, ты рассказывала как-то тоже в пустых баночках о этой продукции. Это моя любимочка, потому что волосы он мне не путал. А цвет смывал? Быстро? Я сильно за этим не умею следить. Поэтому чётко я так не скажу. Смывал, не смывал. И у меня, честно сказать, сильно... Я, знаешь, так, пользуюсь им. И в какой-то момент ты куда-то уехал, ты пользуешься другим шампунем. То бишь, чистоты эксперимента сильного не было. Волосы мне путают. И хочу сказать, конечно же, я уже это тоже ещё раз повторю. В том ролике я как-то говорил, когда она показывала. Так как она просто не может увидеть, смывает, цвет не смывает. Но так как и в этой шампуне идёт у нас именно... Скажи мне, я тебе скажу... Господи... Этот, Господи, да... И сульфат, что здесь идёт сульфат. И понятное дело, что продукт, где находится сульфат, окрашенный волос всё равно будет смывать. Именно цвет. Учтите, у вас всё равно всегда будет смываться. Краска на вас по жизни держаться не будет. Но из-за сульфата он хорошо мылится и... Кто хочет узнать, как чтобы дольше держалась краска, зайдёте на мой ролик, где я об этом рассказываю. Так, следующее. Теперь я хочу показать вам. Это, конечно, ну так как было крем для рук. Я покажу ещё один крем для рук. Да нет, мне то любопытно. Вот, потом. И крем для рук я, наверное, сразу два покажу. Первый я покажу. Это не мой. Это сестричкин, серия КА. К сожалению, которого уже нету в продаже. Очень, конечно же, обидно. Это пчелиное маточное молочко, крем для рук и ногтей, кутику. И также интенсивно увлажняет для очень сухой кожи. 100 мл. Если вы помните, были какие-то вот новинки. Поменяли упаковку. И там также было с пчелино-маточным молочком. И ещё плюс со сливками там вроде и шло. Типа обновлённая версия была и 100 мл, или 75 мл. И маленький тюбик, там 30 мл вроде, или 40 мл было. Не помню, я вам показывал. Я решил купить сестрички, потому что у неё закончился вот этот. Что хочу сказать, что те крема, которые идут именно тоже с мёдом, совсем не те. Ксюшка моя расстроилась, потому что вообще получилось не то. Галимые крема, они не делали то, что делал именно вот этот крем. Вот этот крем, она просто осталась в восторге. Она только пользовалась этим кремом, потому что больше никакой крем её не восстанавливал кожу рук. Так что очень жалко, что этого нету сейчас именно в продаже. И объёмчик, внимание. И да, 100 мл очень. Я, конечно, не люблю такие крема, потому что я не приношу ароматы мёда в косметике. Но она осталась в восторге. И жалко, что нету его уже в продаже. Да, печалька. Ещё один хочу показать. Кстати, я вам об этом говорил. Это Юнайс Мультибренд. Маленький домик. И об этом я говорил, что 50 мл крем для рук. Очень вкусно пахнет, но эффекта от него никакого. Я вам вот говорил, что руки спас я от Эйван. А вот этим я руки себе не спас. Так что это, как я говорю, всегда как радио слушал. Хочешь понюхать или не хочешь? Ну, это более будет такое профилактика. Он больше... Вот это профилактика. Ну, это больше такой... Это спастись. А это между делом, когда у вас неиспорченные руки. И да, это больше такой вот именно летний вариант. Просто для того, чтобы именно немножко... Ну, тут есть ещё чем-то баловаться. Есть, конечно, потому что я его до конца не добил. Потому что, ну, смысл мне его использовать. Так что вот так. Не ахти, короче. Что хочу я вам сказать. Та-да! Зубная паста. 125 миллилитров. I'm boxing. Ой, вот уж. Майя. Че Майя, че Мау. Май, Мау. Мау, наверное. 125 миллилитров здесь. Это я уже сказала. Производство... А, произведено в Болгарии. А, болгарское, да. Так, что... Ну, опять же, вот именно эта серия, там очень много разной красивой, хорошей химии. Ребятки... Когда читаешь, аж глаза на лоб лезут от этой химии. Палец и вода тогда вам в помощь. И всё. Да, не будет ни у кого химия. В общем, первые дни, я когда за ним следила, я хочу удивить Игоря, которому это не понравилось. Но у меня на следующий день, я вечером почистила. А что мне не понравилось? И с полдня у меня были идеальные зубы. А что мне не понравилось? А тебе не понравилось это, Марк? Ну, это зубная паста. Нет, ты мне её не дарила. Маленькая у тебя, маленький пробник был? Нет. Да. У меня прополис был. Ты мне прополис дарила. Ты мне такую ты не дарила. Так что извините. Мятненький запах. Зелёненький такой. Ну, такой мятный. Мятный, мятный прям. Ну, учтите, времена у него проходят и трещинки образуются. Ну, он гелевый. Или он такой кремово-гелевый. И кремово-гелевый такой идёт. Извини, я его не знаю, не пробовал. Я просто побоялся. Не, я тоже, помню, с тобой покупали. Я просто, когда увидел состав, я побоялся себе его приобретать. Ой. Такая свиня, да. Нет, просто чем ты хочешь? Углём обычным? Ну, не, ну, уголь это более отбеливает зубы. Вот. Это что, отбеливающие? Нет, она чистит. А, тут 7 трав. А уголь отбеливающие. 7 трав. Экстрактиметрав. Кородуба, ромашка, шалфей, корень лопуха, хвощ, кто-то какой-то сумах и мелисса. Ну, так вот. Так, ну, Жек, были зубные пасты. У тебя одна только всего лишь зубная паста? Да. Ну, у меня что-то насобиралось, что-то за несколько месяцев слушать из зубных паст. Как-то к ним руки не доходили, чтобы вам их показать. Так что, приступаем. Первое, которое я хочу показать, я просто всегда люблю. И этой зубной пасты я только именно для профилактики использую. Это Parodontax. Очень действительно классная зубная паста. Я раньше такими не пользовался. Ну, когда вот у меня случилась такая вот именно интересная проблемка. А, так, да? Нет. До горы ногами так. Понимаешь? Позже там выглядит... А, всё. Это тут просто. Вот, так как у меня проблемка получилась, то мне надо было, чтобы не было никаких воспалительных процессов. За это вот именно вот это зубная паста вообще просто шикарная. Мне очень помогла. И действительно успокаивала мои дёсна. Не было никаких воспалительных процессов. Здесь 50 миллилитров. Конечно, аромат и мятка-мятка, и такого вот именно интересного цвета он идёт. И когда используешь, даже ощущаешь какую-то соль даже. Какая-то вот такая вот именно не гладкая зубная паста, а какая-то вот с какими-то вот частичками. Вот, так что тоже очень хорошо очищала. Я пользовалась такими. Очень хорошо очищала. И действительно чистые зубы были на целый день. И запах такой, ощущение, что там сода. Ну, что-то вот такого рода. Вот, ну, вообще шикарнейшая. Так что я остался от неё в восторге. И постоянно для профилактики я приобретаю. У меня даже в запасах ещё где-то лежит. В лишнем такая не бывает запаса. Да, я... А что делать? Следующая также у меня закончилась зубная паста. Это именно из коры дуба. От Фаберлик. Всем мы знакомые. 75 миллилитров. И вообще мне много о ней говорить не буду. Действительно очень достойная хорошая зубная паста. Мне вообще вся серия именно с этой зубных паст от Фаберлик мне очень нравится. Потому что действительно хорошо очищает зубы. И также вот кора, также она именно защищает и укрепляет и убирает воспаление на деснах. Так что действительно очень достойный продукт. И к вечеру нету никакого налёта. И также, что мне очень большой плюс, мне нравится, когда она вот легко всё открывается и легко она всё закрывается. Мне, как всегда, пахнет мяткой. Так что тоже очень хорошая зубная паста. С этой серией очень нравится. И плюс, очень часто бывают хорошие акции. По 35 гривен такие зубные пасты. Почему бы не приобретать? Ну, тем более там... 75 миллилитров. Так что почему бы и нет. Круто. Следующую покажу вам от Фаберлик. Я думаю, всем знакомы. Недавние, конечно же, новинки Нуки. Это у нас идёт с кокосом. Отбеливающая зубная паста. Мне ужасно не понравилось. 75 миллилитров. Во-первых, что хочу я вам сказать, что... Да, плюс в ней один то, что к вечеру, да, никакого налёта не присутствует. Это действительно так. По поводу отбеливания. У меня есть такие зубные пасты, которые просто отбеливание. Я не говорю, что после отбеливающих зубных паст будут зубы, как в рекламе. Такого, конечно, не будет. Но всегда на то, на два всё равно они как-то были более белее. Ну, вот эта зубная паста, она вообще ничего не делает. Даже на один тон она их не отбеливает. Ну, это просто так называется, просто уходовая зубная паста. Просто для того, чтобы очистить и освежить полость рта. Всё. На этом, наверное, и забудем. И не надеемся для никакого даже малейшего какого-то отбеливания. И также мне здесь не понравился вкус кокоса. Ну, вообще, ну, аромат приятненький. Ну, вкус для меня немножко, конечно же, такой именно специфический. Он сладковатый, но он ещё с каким-то таким как-то вот, ну, чтобы прям вау было приятно вот именно его использовать. Я что-то не могу даже понять, вспомнить, какой запах чувствую. Я бы не сказал бы, что очень такой прям вау-вау-вау вкусный аромат, ну, вкус. И хотелось бы попробовать. Даже немножко ещё осталось. Потому что я уже просто-напросто не выдержал его использовать. Вот. Так что, вот, больше такую точно приобретать себе не буду. И следующее хочу тоже показать зубную пасту. Это также идёт нуки. И это здоровые дёсна алоэ вера. Также 75 мл. И также мне вот эта зубная паста не понравилась. Чем она мне тоже не понравилась? Опять же, по вкусу мне она не понравилась. И не понравилось то, что к вечеру уже на зубах появляется налёт. Так что для меня это как-то вот не ахти. По поводу укрепления дёсен я ничего сказать не могу. Мне, слава богу, уже таких проблем нету. Но я ничего такого не заметил. Сама по себе она идёт такого вот, именно немножко вот, такая вот, да. Немножко гелево. Гелево. Она немного зеленее в жизни. Да. И в жизни она более зеленее выглядит. Ну, и аромат такой. Вроде такой, когда нюхаешься бутылочкой, такой прям свеженький, приятный аромат. Ну, по вкусу совсем аромат не ахти. Так что тоже такую большую зубную пасту себе не приобретать точно не буду. Так что, всё. Вашим до свидания. Так. Это у нас сана форте. Это у нас ядрёная химия. Я ею вывела хороший кусок на плите. Сбоку было жира. Всё убрала просто идеально. В общем, пою дифирамбы. Но не справилась на пластиковом подоконнике от железа, там, от металла ржавчины как бы въелась. С этим она не справилась. Но если вам надо убрать жир со стен, с плиты, пожалуйста, покупайте. Это реально. Но перчатки, перчатки, ещё раз перчатки. Ни в коем разе, чтобы не попало на тело. Будет очень печь. Ага, будет проблемка, да, потом? Сколько объём. Ой, съелась объём. Но это большой у меня флакончик. И дозатор удобный, да? Дозатор, да. Включить, выключить, чтобы если вдруг... Можно переключить, чтобы если вдруг случайно не распылить его. Запоминайте. Оксана, вы нам должны за рекламу деньги. Так что всё, мои хорошие. Такие у нас были пустые баночки за февраль месяц. Надеюсь, было интересно, полезное что-то. Вот. И что-то захотите попробовать или от чего-то отказаться. Это ж такое всё возможно. Или ещё раз перепробовать. Или ещё раз перепробовать. Действительно, все мы разные. Каждому по-разному что-то нравится, что-то нет. Даже вот между нами сразу надо сказать, что ей может что-то нравится, а мне может не понравиться. Или наоборот. Уже тут есть пару доказательств в этом ролике. Вот. Так что всё, мои хорошие. Будем на этом закругляться. И как всегда, до новых встреч. Моя мотающаяся рука. Да, всё, всем пока-пока и до новых встреч. Пока-пока.